В военкомате Вячеслав Никитин работает порядка пяти лет. Начинал с должности помощника начальника отделения. Отвечал за обучение призывников в технической школе основам военной службы. Потом был старшим помощником, начальником отделения призыва. Ранее больше 20 лет Вячеслав Никитин проходил службу в городе Чита Забайкальского края. Это моя была профессия. Я учился в Новосибирском высшем военно-командном училище, закончил его в 2002 году и по распределению был направлен в Забайкальский край, город Чита. Это был еще сибирский военный округ. После этого он стал восточным военным округом. Потом вернулся. Сам я родом из Искитимского района Новосибирской области. Задачи стоят те же, что и были перед военным комиссариатом. Основным это военнослужащие по призыву, набор военнослужащих по призыву, ну и контракт обязательно. Задачи перед новым военкомом прежние, хотя изменения в законодательстве есть. С этого года увеличен верхний порог призывного возраста до 30 лет. Всем, кому исполнилось с 27 до 31 декабря 23-го, зачислены в запас. А кто отмечает день рождения, будет в новом году, могут уйти на срочную службу. Отсрочку дадут аспирантам, кто учится в магистратуре, по состоянию здоровья или при наличии детей. Он приходит в военный комиссариат. Мы также с ним проводим все мероприятия. После этого, если у него двое детей, он это подтверждает, что он совместно проживает с детьми. Дальше мы предоставляем ему отсрочку до 30 лет. После исполнения 30 лет мы зачисляем его в запас. Количество призывников и задания генерального штаба в ближайшие пару лет не изменятся, отметили в военкомате. А вот потом, возможно, в сторону увеличения. К тому времени призывной ресурс как раз должен пополниться.